Сегодня у нас 15 декабря 2018 года. Елена Салмановна Мактун Сайфудин, это я. Это я. Сейчас вот закрою. Дерь, Просперусенька, ты будешь дома, да, ты не пойдешь на улицу? Просперусая, идешь на улицу? Идешь на улицу? Открываю. Сейчас закрою дверь. Потому что я иду на пункт охраны, у меня там компьютер, я оставила заряжаться. Просперусенька, идешь на улицу? Просперусенька. Нет, Просперусенька что-то не хочет. Значит, тогда я закрою дверь. Вот. Сейчас где-то у нас полдвенадцатого. Полдвенадцатого. Это вот так вот. Такие вот дела. Здравствуйте. 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 Мы вас временно включаем на 3 дня. Из вас сильно хмарует, потому что у вас трубы. А вы можете мне щёчек показать? Щёчек, да, 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 да. Сейчас, сейчас. Сейчас просто посмотрим. Котел у вас работает? Да, да, да. Сейчас, вот это. Не трогай. Не трогай. Я просто открою. Не трогай. Не трогай. Вы сейчас включаем. Проверите, как хорошо работал. А, ну хорошо. Спасибо. Так, у вас ключик далеко? Ой, а вы как-то, знаете, да. Ну, да, я по-своему. Вы по-своему, да. Но самое главное, он и моим будет открываться. Ну, у меня там даже темнота. Он у меня есть. Я сам я понял. Да, ну, понимаете, у меня такая очень темнота. И, конечно, он есть у меня. Поговорите с Владимиром Феликсовичем пока. Секреты. Секреты мастерства. Секреты? Да я шучу, чё вы? Конечно. Ваше имущество будет описано скоро. Судебный прислый. Судебное решение принято положительно. Вы не присутствовали на суде, потому что вы игнорируете суд. Вы не получаете уведомления по месту регистрации. А можно мне документ получить? Нет, вы получите документ на почте у вас, скажи. По месту регистрации. По месту регистрации. Нет, а у вас? А я ничего не предоставляю. Вам все предоставляет суд. Вы очки носики? А? Очки носики? Да, ношу. Какие? Две носовые. Плюсовые. Сколько? Не знаю. Смотри. Блин, очки забыл. Знаете, фонарик там. Фонарик у меня есть. Вот этот фонарик я не забыл. А глаза забыл. То есть было судебное заседание? Да, оно было еще в июне. В июне. И они вот-вот, это судебное решение должно прийти нам по почте. И вам тоже. Оно было в июне? Как же в июне? А сейчас же у нас декабрь. Так вам прислали. Они ждут, три месяца ждут вашего ответа. Вы же не смотрите свою почту по месту регистрации. Такие на законы. Так что имейте в виду. Возможно, что будет описание имущества. Как еще? Как они будут взыскивать с вас средства? Ну, то есть официальным путем. То есть официальная бумага. Я так понимаю, что... Нет, ну, как говорится. Все официально. Надо просто изыскивать резервы. Нет, ну, понимаете, если это судебное решение, это судебные приставы, я, что я могу сказать. Погасить долги. Нет, ну, это понятно. То есть я имею в виду, что, ну, там... Ну, знаете, как это... Я, честно говоря, не знаю, но я так предполагаю, что, знаете, как бы официально, да? Нет, знаете, я так понимаю, что, в принципе, судебные и судебные приставы они как бы имущество они как бы приходят и как-то вот ну будут описывать я не знаю как они присутствуют они как-то взыскивают в общем нет они взыскивают разными способами сначала они там ограничения они сами принимают ограничения или выезда там за границу либо взыскание средств на счета которые есть либо эти самые нет просто знаете я сегодня сегодня в общем как бы уже ходила советов там ну вот мужчине на охране он сказал что он мне говорит что это не советчик я просто с ним как бы спросила вот просто он мне говорит ну как бы вам нужно в течение каких там недели как то что то просто знаете у меня есть имущество это собственность понимаете у меня есть собственность например у у меня есть земля и половина дома. То есть, как говорится, он говорит, ну так вам кредит не дадут, но вам могут дать кредит, если у вас есть собственность, мне могут дать кредит, вы понимаете, да? Не знаю, не уверен. Сейчас кредиты просто так не дают, только под залог имущества. Нет, вот под залог имущества. А вы должны предоставить документы, если у вас они есть. Ну да, под залог... Ой, вы подключаете, да, меня? Не знаю, пока. Ага, ну хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, как бы... Ну, то есть, один из вариантов, один из вариантов... Ну, имейте в виду, что мы пока запускаем, потому что у нас нет возможности по воде что-то либо сделать. Но я думаю, на следующей неделе, до Нового года мы решим вопрос, мы воду здесь отключим, вашу линию, чтобы не замерзла, и чтобы другие не страдали. И она не будет. Вода проходить через вас. Понятно. Но вы будете тоже без воды. Нет, ну, мне вопрос нужно как-то решать, понимать, что это электричество... Решайте, решайте. Есть пока время. Есть еще время. Вот это вода. Давайте. Сколько у меня есть времени, чтобы... Давайте недельку я вам дам. Вот подключили. Да, недельку я и так нарушаю решение правления. Я отключаю с раньше на два дня. Так было решение на неделю отключить, со вторника на вторник. Но я вынужден отключать, потому что сейчас сильный мороз. Нет, ну, потому что одно из решений... Нет, ну, а как документы? Если это моя собственность, документы, конечно, у меня есть, вы понимаете, да? Нет, ну, это не мой вопрос. Нет, это не ваш вопрос. Я просто вам объясняю мою ситуацию, какие у меня есть варианты, понимаете. Я человек такой вот, ну, как есть. Не надо затягивать голос. Ну, вот, поэтому это один из вариантов. В общем, под залог земли или там половина дома. Ну, наверняка, понимаете. Как бы кредит-то. Если документы есть. А что? Нет, я просто вам объясняю мои варианты, мои возможности и варианты. Потому что вы понимаете, да? Вы понимаете, да, какой у меня там дубак внутри. Ну, в общем, ладно, мы это обсуждать не будем. Так что, так что вот. У вас у всех, кто не платит за ликвеймерку, дубаки внутри. Самое трудное, это снять изоленты. Как бы еще газ-то отключили. Спасибо. 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 Спасибо.